пацаны всем здоровенько смотрите вот такие фигурки есть интересные это подписчик сделал прислал нам и где какая штучка спасибо как помните в прошлом видео у нас был розыгрыш на самые интересные комментарии прямо здесь и сейчас вы видите победителей если вы победитель напишите нам на почту мы отправим вам приз всем спасибо за участие если вы нас хотите поддержать в это непростое время то можете стать спонсором на youtube канале также подписывайтесь к нам на патреон спасибо всем за поддержку а мы летим дальше всем приятного просмотра нового видео друзья всем доброе утро вы на канале биг бро комрад и супер суз fm мы находимся сейчас на южной борщиковке мы встретились отправляемся мы сегодня под киев на продовольственный склад который хотели взорвать расисты оставить киев без еды отправимся посмотрим что там осталось пацанов у двух пацанов ну надо привыкнуть к этому стилю но мне кажется что как раз самую самую погоду подушку подушку мы здесь разбросали подушку подушка у тебя же губа обгорела теперь чтобы ноздри не обгорели сейчас война идет стране чтобы тебя все было хорошо с ноздрями давай подержу ты посмотри ой 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 аккуратно парик чтобы не слетел как раз не могу одеть походу технологии . а то есть он будет туда заходить у нас лицо раз листал парик не слетел вот и фильтр вот как раз от радиации ну нормально я даже не терзал это что ну все нормально все теперь я готов сниматься гонорар получил все друзья с днем рождения вас едем на склад который взорвали друзья пока мы едем на сгоревший склад который орки разбомбили я хочу вам сказать большое спасибо всем кто подписывается на наш канал всем кто нас сейчас поддерживает а также я хочу напомнить что у нас есть патреон пожалуйста подписывайтесь и поддерживать и нас там а также подписывайте спонсорство на наш канал благодаря этому мы можем двигаться дальше и делать для вас контент друзья вот мы и приехали огромный продавительственный склад еды под киевом это нас хотели оставить без еды чтобы я сголодал здесь кто кстати потерял номера напишите вернем и это реки на стенку до получать вот так вот смотри вот коробка переключения скоростей кто разбирается напишите из какого это агрегата но я думаю что с какой-то именно машины или маршрутки это с погрузочной техники его тут такая вот видите Видеосистема. Ну, кстати, полный баг был. Видишь, показывает, Лянь? Ого, смотри, это ДРГ, может, заходило, кстати. Ого. Камрад, смотри. Ляд, ты пишу, пишу. Где ты-то нашел? Холодняк. Пробежи. Так смотри, так подожди. Тут даже это армейский какой-то. Здесь отпечатан даже цифровой номер его. Камрад, он имеет ценность какую-то? Я думаю, что да. Лянь, бакелитовые накладки. Нос, это первый твой трофей. На, Сус. Это первый трофей. То, что в бою взято, то свято. Забирай. Вот такие вот штуки отлетают от ракеты и тупо в организм. А, во. А, во, смотри, как. Аккуратно, не порежься. Ну да, это... Вот такие я брею с электрими. Тут именно в натуре. Они очень острые. Они острые, они очень острые. Я брею с электрими. Со скоростью 60 км в чат. Это жесткая хрень, пацан. О, держи, только крепко. Держишь? Да. Ты что, нормально. Вот здесь остались еще. Йо-хо-хоу. Йо-хо-хоу. Где мои 16 лет? Йо-моё, опироли. Смотрите, бутылки с опиролем, друзья. Где мои 16 лет? Сейчас бы вы меня искали по этому складу, бегали бы за мной. Да. Запакованный опироль. Пошел, скотина. Ах ты, подлец. Не стыдно? Не серьезно глотнул? Да. С днем рождения, комрадик. Спасибо. Не-не-не, спасибо. За днюху. Я спортом занимаюсь. Пошел, поехала. Вон уже звонят, блин, эти бродяги. Положи на место. Нормально, да. Спортилось, нет? Нет, нормально, все. Ребята, смотрите, сколько добра погибло. Был склад, погорели все бутылки. О, оно и воняет. О, оно и пахнет. Друзья, сейчас поднимемся на крышу, покажем вам с крыши масштабы полного бедствия. То, как оно выглядит сверху. Пошли? Страшно вообще. Чего страшно? Что происходит? Да ну, стрёмная штука вообще. Вы типа ездили, уже повидали, да? Ну да, кстати, я уже говорил тысячу раз в видео, что на самом деле очень страшная штука во время войны. То, что, к сожалению, ко всему привыкаешь и к трупам, и к взрывам, и к обстрелам. Знаешь, за эту неделю я, короче, три раза уже с кровати падал от взрыва. Сегодня ночью опять был взрыв. Кошмарит уже, да? Нет, не кошмарит, сегодня я уже не просыпался, уже похер. Ну, бахнуло и бахнуло. Типа, вроде хата целая. Ну, блин, если честно, так, ну, не хочется к такому привыкать. Ну, конечно, не хочется еще бы, братан. Конечно, не хочется. Стрёмно. Смотри, все разрушено, ну, и вообще, к чему это идет, там, вон, тачка, вообще, пол тачки, вообще, просто сгорело. Страшно, Саша, что еда разрушилась, еда. Да, чувак. Еда разрушилась. Что ж мы теперь будем еды тёхать? На крышу пойдем, проваримся прямо в еду. Ну, погнали. Там брюшечку хотел. Что это такое? Это сербри. Божди, 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 с крышкой? Да, это в деревянной этой штуке. Вот, дай пару. Сейчас мы его вскроем. Смотри, он аж этот, аж конденсарный. Вы мугайки уже, да? Нет, нормально. А запашок, запашок. Нормально. Нормально. Фу, 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 блин, как он воняет сюда. Ах ты, тварь. Вот это как пошел и руки после туалета не помыл, реально. Мне реально, по-моему, очень сильно воняет. Не балуйся, это у него, значит, стоп. Я защищаться буду. Фу, как, божди, какой запах этот разбудит, не пойдем. Артиллерия, господи, блин. Вот, друзья, мы на крыше. Смотрите, какой масштаб бедствия. Целый километр на километр. Громадный цех. Всей Киевской области. Там и где-то вот там вот, походу, две ракеты прилетели. Сейчас отправимся вниз, посмотрю, что осталось. Но, походу, что ничего не осталось. Это, скорее всего, все будут на металл пилить уже. Ребята, это море алкоголя. Это были алкогольные реки. А ты уже там, да? Сам сатана нанес удар прям по этому объекту, чтобы уничтожить весь алкоголь в Киеве и Киевской области. И в Киевской Руси. Кроме области, кроме алкоголя пострадало и продовольствие, к сожалению. Сыр пострадал. И анчоусы пострадали. Ну, короче, пацаны, два прилета. И вот представьте, у вас есть такой небольшой райончик. И вот в тупую район просто разрушен, как маленький район. Опа, глянь. Ого. Глянь, большие бутылки, как ты шо. Все, пошел уже, там уже. Ого, какой бутыль. А он целый? Акироль. Целый. Комрат всей душой. Что, думаешь, не испортилось? А там уже ничего нет. На, бит, бро, за мою днюху. Прикупи за мою днюху. Ты шо, меня не уважаешь, или шо? Очень уважаю, братик. На, за днюху за мою. Я буду здоров для тебя. Сейчас я тебе другую банку дам, братушечка. Ты смотри, там вон еще напитки есть. Там еще есть. Ого, еще здоровая. А куда пробки подевались? Их посрывало. А, их посрывало. Ого. Их посрывало от температуры. Посмотри, как бутылка поплавилась. Слянь, вот этого в оригинале нет. Ребрышек нет этих? Давай. Не, не, спасибо. Давай. Комрат, разбавитель. О, давай. Замешаем. Этерор шприц. А шо, это швепсика? Шприц. Вполне нормальная, слышишь? Давайте я упущу парочеку. Кто не знает, друзья, я уже больше двух лет не пью алкоголь. И вам не рекомендую. Пробуй. На, сам пробует. Ну, не ухуй. Пей, блядь. Ты же алкоголик. Коктейль получился. Мимоза. Жестко. Слышь, а мы не провалимся тут? Мы стоим на каком? На третьем этаже? Не, не, тут, кстати, прыгни. Не, здесь крепкий пол. Да, да, да. О, это целая полоса. Целая, смотрите. Смотри, партинчик. Мартинчик. Что запечатанное, покажи? Да, на полосу. Да, они все, он снизу. Они там все. Да, они все запечатаны. Там снизу реально есть. Пацаны, ну вам не передать, какой аромат алкогольный здесь царит. Сегодня жаркий солнечный день. Все эти лужи нагрелись. Идет обильное испарение. И вот здесь это, ну, ощущается очень сильно. Просто ты вдыхаешь, и я боюсь, что мы можем трошки опьянеть. Ну, сейчас посмотрим быстро на бутылки и полетим в самый центр. А что трошки? А что трошки? И полетим туда, где основные продукты питания хранились. Ох, капец. Посмотрите, так там даже перемещаться невозможно. Все, что там внутри находилось, оно все перемешалось. Покажи, покажи, покажи. Покажи птичку. Да, я попробую. Покажи, покажи. Это, наверное, настоящая виски. Да, это дикая утка. Дикая утка Рой. А что она открытая? Не знаю. Ну, уже просто кто-то надпил. Капитанский напиток, на самом деле. Алкоголь есть. Алкоголь есть. А выветрился трошки или нет? Нет, ничего не выветрилось. Вот сто процентов, где-то сорок, тридцать восемь градусов, жальный спиртометр. Алкоголь есть, ребята. Отпивай, да пошли. Я вижу. Саша, давай, за мою днюху. Швебчика поднеси. Не-не-не, ребята, не пейте алкоголь. Я не упрекаю. Не-не-не, я алкоголь не пью, ребята. Ну, один злоточек. Ради меня. За мою днюшку. Ну, пожалуйста. За мою днюху. Давай, за смерть Путина. Я за эту паскуту вообще даже базарить не хочу. Не-не-не. Выпей, пожалуйста. Не-не-не. Господом Богом тебя прошу. Ну, за мою днюшку. Ну, пожалуйста. Дорогой дядя. Ну, я тебя прошу, ну, пожалуйста. Ну, выпей, пожалуйста. Ну, что за фигня? С каким-то Ильей из трубы. Он выпивает, а со мной не хочет. Это было давно. Когда это было? Мы тогда видео снимали до войны. Это было на прошлой неделе в снег лежало. Это было, давай выпить. На прошлой неделе. Давай пей. Боже. Пей давай. Да я не пьел, как-то. Пей. Пей. Дикая турецкая. Фу, диконоска. Пей, пожалуйста. Очень диконоска. Пожалуйста. Ради научных целей один глоток, пожалуйста. Ради меня. Раскладывай. Ради меня. Ради моей. У меня день рождения. Мне было 48 лет. Выпей, пожалуйста. Ребята, вы за или против? Ну, выпей. Мне пахнет хорошо, ребята. Выпей. Один глоток. Нет, да нет, спасибо. Я нет. Да я нет. Один глоток. Причина, трошка. Паскудыч. Оно же в глаз там впитывается лучше. Я же против. Не, не, не. Да не надо. Трансдермально. Такой паскудыч. Вот вам и спиртометр. А вы говорили спиртометра нет. А что происходит, ребята? Все, теперь я этот грыгай. Кабрат, держи себя в руках. А-а-а-а. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, не сочтите за похабность, мы снимаем последствия войны Чуть-чуть хотим вам добавить юмора в это сложное время Это все пойдет в утилизацию, нас официально сюда пустили, чтобы мы вам показали, что на самом деле произошло И от первых уст это хотим вам показать Ну да, не думайте, что мы сюда приехали добивать это все, глумиться Ну просто уже по факту это мусор, его уже будут утилизировать Показываем, как есть Да Да, друзья, не употребляйте алкоголь, потому что это зло Не бухайте, ребята, держимся на трезвом, раздупленной, чтобы у нас все было красиво А это уже продукты питания Это йогурты? Это йогурт веганский, смотри Глянь Веганский йогурт Вот он вот такой А из-за того, что он веганский, он даже не испортился, потому что бактерии гниения и бактерии простые, они не поселяются вот этих продуктах в соя, а оно, соя, оно даже не испортилось, оно даже не испортилось, забираем, ребята А вот кокосовый, он не вздулся, поэтому он испортился Видите, кокосовый какой? Опа, он просто он такой, вот он, вот, вот, формируешь, вот Вот так, вот, трешь его Он вкусный Он вкусный Он очень вкусный, я тебе отвечаю, Дима Он тает на губах Сус, попробуй Он, я тебе отвечаю, он тает на губах Он тает Дима, попробуй, он тает Он тает на губах, Дима Попробуй Попробуй, я тебе отвечаю, я такой не пробовал Это австрийский или какой-то Органический Да нахер ты вытираешь Это таять опахавая Он реально не испорился Он органический Это органический, веганский продукт Я веганов уважаю Мясо, это мечта просто там, этих Мяса нет Вот все испортилось Органика, органика не испортилась Органический, Димочка Я тебе парочку возьму Смотри, вот это молочко не надо А вот тут это Это очень вкусно Очень вкусно Очень Попробуй, Дима Он очень шикарный Будешь? Будешь? Давай чуть-чуть Давайте новый, он очень вкусный Вкусный, скажи? Ну да, на самом деле нормальный Он ты прям ваш, и вы что думаете, я дурак? Я не дурак Нет, ты... Я не дурак Я не дурак Вкусный йогурт Кокосовый, ну прикольно Сейчас я тебя открою Сейчас, Парк, для тебя все Вот Держи Так в руку тебе, что ты? Ты человек, что ли? Да ешь Ну вот тут Не, не, я понял Я понял Да что ты понял Вкусный очень Ребят Какой дерьмо Чувствуешь, нахуй вкусный Это лучше, чем по йогу нато, однозначно Это дерьмо какое-то, чувак Какое вкусное Я тут чуть не обрыгался Сус, будешь пробовать? Нет Отецов все-таки Так, ладно, ребят Покупайте вот такие йогурты Я рекомендую Био-йогурты Йогурты веганские Ни тошнота, ни рвота, ни диарея Вас не посетит Йогурты от фирмы Абот Кинейс Абот Кинейс Компания из Техаса Солнечный Техас Респект вам Покупайте Друзья, сколько еды Поставалось И пропадает Просто уже Испорчено Ее никто, скорее всего Уже отсюда Не заберет Этому капец Всему настает Потихонечку Сакони новые На Не, спасибо А что, ты больше по найку Или по адидасу? Не то, не другое А найк или адидас? Суперсус.шоп Сакони Суперсус.шоп Сакони Оригинальные Скоро кроссовки свои выпущу Подписчики, проголосуйте Найк, адидас или сакони Пишите в комментариях Био-йогурты Дима, ты не поверишь Это твое любимое едло Иди сюда Быстро Иди сюда Тофу Реально Смотри, как надулось Тебя ждало Глянь, возбудилось Ого Глянь, тут сколько Это все пачки Так это веганский целый отдел Это веганы Собрались И сделали тут Типа секты И ели Вот это все Веганское молоко было Вот это Вот это вот котлеты Каталета Глянь, французская Каталета Каталета Не открывается, да? А ягодские хорошие упаковки Видишь, не откроешь Так просто А чем откроешь? А вот Смотри, еще баночки какие-то Вкуснятина! Оно даже не просрочено Я вам отвечаю Биоферма! Биоферма! Смотри! Это я рекламирую Это я денег даже не возьму С вас, ребята Я просто покажу, что продукт хороший Продукт качественный Его можно есть Это не то, что Я в абсолютном трезвости И согласии Вам заявляю Это продукт хороший Можете покупать Если найдете на полках Вашего супермаркета Вот такие вот вещи Покупайте Очень-очень вкусно Так, ребята Третья попытка котлета Быстро! Залпы вкусные Не просрочилась Ни хрена ей не будет Да фу! Тухлятиной воняет Ни хрена! Вот она Она соевая Она соевая Попробуй Да фу! Тухлятиной воняет Выбрать это дерьмо Да она соевая Дима! Фу! Веганские продукты Не портятся Вот в чем их прикол Веганы Вам респект Уважуха Оно Оно пахнет семечками Выбрать это дерьмо Оно семечками пахнет Пожарить, конечно Нормально Пойдет с пивом Берем А запах как на рыбалке Да? Понюхай Я уже нюхал Ладно, что идем дальше? Есть брик! Есть брик! Где? Давай сюда! Есть брик! Сейчас понять не будет Это брик Акратно У нас в балкон не сновесили Ого, и мы туда сможем зайти? Да, да Это ваш лизун? Вот бри воняет тухлятельно Да, вот посмотри Да вот скрой Сус один Вот реально Достань его Достань в руку его Вывали себя Открывай Вот это есть не стоит Фу! Бельфу! Вообще не воняет Как? Ну на, понюхай Да какого годности? Где годность? Вообще не воняет На, он такой должен быть Открой его Взломай Да я открыю Нет, взломай его два раза Его разломать надо внутри Посмотри какой он Какой обычный Нет, видишь Он должен белый тут быть Он белый должен быть Вот как руки не посрал Руки не поел Это вот Это реально Ребят, вот так пахнет туалет Вот именно Сортир именно Такой деревенский Который Не выкачивали Года три И на улице Температура 42 градуса И ты после советской столовки Идешь Ну я сейчас рогану Так Смотрите У нас здесь получается Основной склад еды Вот Здесь снизу На первом этаже Мы сейчас туда пойдем Тут опасная зона Там короче Смотрите Если вам видно Ребята Вообще Все почистую Разрушено То есть Здесь у нас Базировалась Основная Вся продукция Да Снизу На первом этаже Чтобы можно было Легко увозить Ну и пойдем посмотрим Ну там жесть Короче Там жесть Димон Это просто мой рай Я тут тусил И самое Знаешь Обидное Ну это же не прикол Да Я вот это вымазался Самый прикол в том Что это все Пойдет на помойку Это все Никто не будет перебирать Что это годно Это не годно Есть дата Все На хрен выброси Вот тут это конечно Да Бесспорно Вам не надо даже Передавать Запах стоит Ужавшач Вот смотрите Тут сыр Подорожал Просто тут уже Вы знаете Чем больше плесени На сыре Тем дороже он стоит Этот по моему Стоит уже как почка Здорового пингвина Вот Но к сожалению Вот такие сыры Ну они уже Да Уже все Видите Тут нечего даже спасти Даже если ты захочешь Вот это нарезать на пиццу Кстати на пиццу Еще можно Еще можно на пиццу Вот эти кусочки Выбрать Вот это вот Отщипать Вот это все И на пиццу можно Есть Аромат Аромат плесени Есть Я забираю слова обратно Сыр тоже Тут очень много Молочка Ням-ням-ням Очень много Йогурта Очень Ёшкин кот А конфеты Ладет Понюхай как пахнет Конфета вообще ничего не будет Ребята Понюхай Козье молочко Понюхай Я говорю сюда Та нюхай Нюхай Я говорю как пахнет вкусно Куда ты на новую мне подаренную рубашку Как подарил так и забираешь Хорошо Отсервуется Все Хватит На конфетку Закуси и ешь Кстати Вот это тоже не пропавша Абсолютно не пропавша Все пошли Продукты целые Жри Жри Срачка тебе будет Да не будет никакой срачки Они целые Дима Я тебе отвечаю Гордон Рамзи Позавидовал бы Такому складу Гордон Рамзи Это известный повар Приезжай сюда И делай тут передачу В прямом эфире Ты столько лайков соберешь А ты заныкался И сидишь у себя Вот это в Киеве Сюда приезжай Посмотри какие локации Посмотри какая у тебя кухня была Мастер шеф Вот настоящие работяги Вот как их руки должны выглядеть У поваров У кондитеров Вот так вот Вот так вот А не вот это ваше все Что вы по телевизору монтируете Чистенькие парточки Эктор Хемингуэй Да не занимайся Я настоящий мужик Я могу готовить Могу яичницу сделать Могу омлет Сам готовлю Сам прибираю Все сам делаю Ну что пойдем дальше снимать Да пойдем дальше снимать Сколько ты со склада взял Одну бутылку полторашку воды Одна бутылка полторашка И пол бутылки камбучи Полтора да Да пол камбучи Пол камбучи На руки помоешь Подожди Документы важны Пол камбучи Не записывай меня Фамилию не пиши Пол камбучи Сусанин Диапардович Все Ты записан? Девятый Девятый Камбучи Камбучи Музыка Камбучи Камбучи скажи классно вот это веганские полина не дура она есть нормально от вкусника скажи 4 месяца лежала и не пропала под палящим солнцем под холодом и зноем полимба респект только за ё-моё друзья смотрите какие масштабы посадим он сюда гляньте какие масштабы бедствия сколько всего пропала капец алкоголь ладно еще бог с ним куча воды смотри какая-то дорогая вода стеклянная это хоть не уксус ребят как у стоматолога я меняю на кока-колу меняемся поехали поехали у меня алкогольные видишь я до конца не допил подобается да вкусно очень даже друзья вот мы сейчас находимся в складе главном складе продовольствия мы видим что сделали русские ракеты что здесь произошло вы не сочтите за неподобство то что мы чуть-чуть юмором вам преподносим сейчас война идет всем как бы не очень весело но чуть-чуть вам приподнять настроение и рассказать вот такую вот историю что вот такое случается у нас и продолжается вот это вот все это бутылки все были ё-моё можно туда пройти идем ё-моё друзья пацаны смотрите сколько тут мошек но здесь главное чтобы нам самим не опьянеть потому что очень сильные алкоголические идут испарения а пык шампаньёва глянь шампанское целое блин два года назад бы меня отсюда бы хер бы выехал бы вот тут бы зарылся в эти бутылки и лежал бы да а вот это бутылки были на палетах видать палеты да вот палеты сгорели все бутылки просто провалились и вот таким сплошным месивом здесь это лежит в три этажа это рыба раздулась распухла сотри консервы тунец она полопалась от температуры здесь такой стоит ну необычный смрад ну так ребят нашли вот такую шампанское джане сыра сейчас попробуем открыть если как бы сохранилась я на смотрите что немаловажно хотя бутылочка маленькая ага она утра сплавилась и даже не откручивается закрутка рекордка пластик у меня есть натур айран я открюки пожалуйста пенин натур как я тебе открыть это в рыбе я тебе не откроет ну что заценишь венчик вот зажрались уже красным розовым вином руки моем вы представляете я вот это первый раз жизни я себе этого не прощу буду смотреть и плакать спасибо на ней а что ребята за такой контент с вас по лайку только на каналы супер суз будет такой контент но она уже все она без алкоголя вкус вина такой же насыщенный как качество канала супер суз ставьте лайки ребята